Шалом, друзья! Меня зовут Игаль Герман, и я являюсь служителем мессианской русскоязычной общины Бейт-Аават-Эль, Дом Божьей Любви в городе Чикаго. Я также являюсь основателем онлайн-библейской школы ИСОД Байбл Сентер и сооснователем международного библейско-библейского апологического объединения МБО. Сегодня я бы хотел бы с вами поделиться своими мыслями по теме «Опасность теологии замещения». В нашей беседе я бы хотел разобраться в следующих вопросах. Каковы некоторые типичные утверждения для теологии замещения? Что мы знаем о корнях этой теологии или теории? Каков плод теологии замещения? И мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание. Является ли это учение библейским? Если да, если нет, то каковы есть доводы? И мы также в конце, дорогие, постараемся разобраться, каков призыв Господа к его церкви. Итак, давайте начнем с некоторых типичных утверждений для теологии замещения. И это является не полный перечень, но те моменты, которые очень часто можно услышать в разных церковных контекстах. Так, первое утверждение. Возносить израильтян до позиции Богом избранного народа для христиан является ошибкой. Второе утверждение. Прогрессивное откровение Священного Писания показывает совершенно ясно, что сегодня у Бога есть только один народ, и это церковь. Итак, мы видим, что первые два утверждения фактически говорят, что еврейский народ уже не является больше Божьим народом, и что церковь заменила израильский народ. Теперь давайте посмотрим, каковы два следующих утверждения. Третье. Нам не следует применять пророчество Ветхого Завета государству Израиль, поскольку Иисус, Петр и Павел перенаправили наше мышление относительно заветов обетования самым радикальным образом. Теперь эти обещания относятся к церкви. То есть фактически третье утверждение касается интерпретации книг Ветхого Завета или того, что мы называем на иврите книг Танаха, и особенно их пророчеств, которые касаются будущего восстановления Израиля. И таким образом некоторые приверженцы теологии замещения утверждают, что нам не следует больше понимать буквально те пророчества об Израиле, которые еще должны исполниться в будущем. И четвертое утверждение является следующим. Требование Израиля к Палестине признать, что еврейское государство существует по божественному праву, некорректно, а продолжающееся подкрепление этого требования военным давлением несправедливо. Итак, мы видим, что четвертое утверждение уже касается религиозно-политического аспекта этого вопроса. Приверженцы теологии замещения утверждают, что на самом деле Израиль не имеет права на территорию своей земли. Итак, это четыре типичных утверждения тех верующих из разных христианских деноминаций, которые учат, что Бог заменил церковью свой израильский народ. И евреи уже не имеют никакого статуса Божьего народа, они не имеют никакого будущего на избавление и спасение от Господа. И земля Израилева на самом деле абсолютно не принадлежит тем, кому она была дана потомкам Авраама, Исаака и Якова. Вот еще три ключевых утверждения, которые делаются теми, кто защищает теорию или теологию замещения. Теологи Завета заявляют, что поскольку народ Израиля не принял Иисуса, или Ишуа на иврите, в качестве мессии, то Израиль был отвергнут и его избрание, и выдающаяся позиция в планах и замыслах Бога была аннулирована. Это является, как бы можно сказать, сутью теологии замещения, или она известна также на английском, как replacement theology. И Бог взял и заменил свой народ другим. Следующее утверждение. Церковь стала полноправной наследницей благословений, когда-то обещанных Израилю. И последнее утверждение тех, кто принимает и разделяет теологию замещения. С точки зрения Бога, евреи сегодня ничем не выделяются из других этнических групп, будь то итальянцы, индусы или китайцы, или любые другие народы. Вот фактически ключевые моменты или принципы о учителей теологии или теории замещения, которых вы можете встретить в разных христианских церквях. Вот вам пример одной женщины-христианки из Канады. После того, как она просмотрела проповедь об Израиле, проповедь которой говорила, что Израиль да остается Божьим народом, посмотрите, как она написала. Это цитата ее письма, которую я получил по имейлу, по электронной почте. «Думаю, что предназначение евреев как нации давно исполнено. Дать миру Библию и Господа Иисуса Христа. В этом и была их избранность. Для этого их и создали. И все. До свидания. Господь сказал, что другие народы будут с ним, а многие сыны царствия пойдут туда, где скрежет зубов. Также он много чего говорил про фарисеев, книжников и других. Ничего хорошего. Христа они не приняли, казнили. То, что они сохранились как нация. Ну и что? Египтяне и греки тоже сохранились. Теперьшний Израиль не государство, а насмешка. Не вижу никакого чуда в его создании. Карликовая страна, ведущая неправильную политику, приносящая вред всему миру и негодная для проживания. Вот вам позиция женщины-христианки, которую она выражает, фактически выражает в себе суть теологии замещения. Может быть, даже она и не знает, и не слышала подобного термина, как теология замещения. Но, по сути дела, она передает всю его суть своими словами. Итак, давайте попытаемся рассмотреть следующий ключевой вопрос нашей беседы. Каковы корни теологии замещения? Я в нашей беседе хотел бы обратить внимание на два момента, два ключевых момента. Первый – это проблема, которая еще была открыта апостолу Павлу, когда он написал свое письмо верующим в городе Рим. Итак, первый корень теологии замещения является превозношение над Израилем, превозношение над теми евреями, которые еще не примирились с Господом. А также еще есть другой элемент этого – превозношение даже и над своими, со верующими из среды еврейского народа. Мы видим, что апостол Павел в римлянам 11 главе обращался к тем верующим в современной ему церкви, кто считал, что Бог покончил с Израилем. Давайте внимательно прочитаем. Римлянам 11 главе, стихи 17 по 22. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломили, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Ты – это верующий из народов, бывшие язычники. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, те евреи, которые еще не веруют в Господа Иисуса Христа, ищу ваха мащеха, а благость к тебе, уверовавшему из народов, бывшему язычнику. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Итак, мы четко и ясно видим, дорогие, что древней первоапольцевской церкви первого века нашей эры, в городе Рим, была большая духовная проблема. Это было превозношение над еврейским народом. И эти верующие, которые были бывшие язычники, которые поклонялись уже богам, они уверовали в Господа, ищу ваха мащеха, в Господа Иисуса Христа. И они привились к Божьей маслине. Но вместо того, чтобы благодарить Господа и смириться, они начали превозноситься, они начали гордиться. И что же Господь им говорит через апостола Павла? Не гордись, но бойся. И потом он приводит следующий аргумент для этого утверждения. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Итак, мы видим, дорогие, что Слово Господне очень четко и ясно предупреждает верующих из народов не превозноситься над евреями, не превозноситься над Израилем. Потому что ту благость, которую Бог проявил к ним, и строгость, которую Он проявляет к Израилю, может обернуться Божьим наказанием, она может обернуться строгостью тем, кто будет превозноситься над Израилем, тем, кто будет гордиться и говорить, «Ветви отломились, чтобы мне привиться». Итак, это четкая и ясная позиция, которая была выражена апостолом Павлом. И это он писал не от себя, это он говорил по вдохновению от Духа Божьего. Итак, мы видим, что первым корнем теологии замещения является превозношение. Это ясно и четко видно из римлянам 11 главы. Вторым ключевым корнем, вторым моментом, на который я бы хотел обратить внимание, к чему и как возникла теология или теория замещения, это неправильная интерпретация Библии. И фактически то, что мы тут видим, друзья, называется аллегоризация. Мы можем сказать, что теория замещения является естественным побочным продуктом аллегоризации Библии. Это был метод интерпретации священных писаний, когда церковь интерпретировала так, чтобы себя поставить выше церковского народа или фактически отмести еврейский народ вообще из Божьего плана спасения. Мы видим, что именно аллегоризация стала ключевым методом интерпретации церкви на протяжении большей части ее истории. Приведу вам пример такой аллегоризации на Евангелие от Матфея, 21 глава. И это интерпретация Оригена. Мы знаем, что Ориген был отец церкви. И вот как он интерпретировал въезд Господа Ишуа, Иисуса Христа, в город Иерусалим, когда его приветствовали. Ориген интерпретировал, что ослица символизирует жестокость Ветхого Завета, или Танаха, а осленок, более нежное животное, символизирует Новый Завет. Кроме того, Ориген понимал, что два апостола, которые привели этих животных к Ишуа, символизируют моральные чувства человечества. На самом-то деле мы видим, что Матфея, 21 глава, не является аллегорией, а является реальным историческим событием в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, друзья, что этот отрывок вообще не подлежит никакой аллегоризации. Но посредством аллегоризации можно было продвигать свои толкования, которые не имеют никакой основы в себе. Мы видим, что метод аллегорической интерпретации Писания фактически обходит буквальное значение Библии и позволяет богословам, проповедникам и пастырям выводить из Библии почти все, что угодно. Но почему аллегоризация не является правильным методом для интерпретации Священных Писаний? Я думаю, ответ на этот вопрос мы можем найти в том факте, что мессианские пророчества Танаха Ветхого Завета буквально исполнились в жизни нашего спасителя, царя иудейского Мащеха Израиля. Итак, мы видим, что если пророчества Танаха, Моисея, Давида, Даниила, Самуила, Иезекииля, Исаии относительно Ишуа были исполнены буквально, разве не будет логичным ожидать, что библейские пророчества относительно Израиля и всего еврейского народа также будут исполнены буквально? Итак, два корня теологии замещения, на которые я хочу обратить ваше внимание в этой беседе. Первое – то, что мы сказали, превозношение, гордость, что является действием плоти, а не плодом Духа Святого. И второе – неправильная интерпретация Священных Писаний, аллегоризация. Итак, что же стало результатом теологии замещения? Почему же она настолько опасна? Мы уже увидели, что она духовно неверна, но мы видим, что к чему она привела? Гонения на евреев, погромы, инквизицию, антисемитизм. Мы понимаем, что для теологов замещения трагичная история еврейского народа являлась как раз подтверждением их верования в то, что Бог покончил с Израилем. Но вообще можно сказать, что это является круговым аргументом. Ужасные страдания евреев были прямым результатом теории замещения, а не ее причиной. Обратите внимание на следующий момент. Если бы теология или теория замещения не была бы учением церкви, то никогда бы не случились все эти зверства, ужасы, жестокости, которые выпали на долю евреев за последние две тысячи лет. Приведу вам несколько примеров того, к чему привела теология замещения. Вот вам цитата слов Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст, который жил в IV и начале V века н.э., являлся одним из основополагающих отцов церкви. И вот что Иоанн Златоуст проповедовал. «Я ненавижу иудеев, поскольку у них есть закон, но они его оплевывают. В других местах он заявляет, что иудеи являются убийцами, разрушителями, одержимыми дьяволом. Они знают только одно – как насыщать брюхо, напиваться и убивать, и калечить друг друга». Вот вам, друзья, горький, гадкий плод уже учения теологии замещения. Ненависть к евреям, явный, открытый антисемитизм, который был проповедан с кафедр церквей. Вот вам еще один пример, к чему прививать теология замещения. Мы знаем про Мартина Лютера. Мартин Лютер, который был известным немецким реформатором, который фактически заложил основу для протестантизма в Европе. И мы знаем, что Мартин Лютер поначалу очень симпатизировал евреям и верил, что они могут, не могут быть обращены истинно его послания об оправдании верой. Но когда они не обратились, когда они не отреагировали на проповедь Мартина Лютера, он стал глубоко озлобленным на еврейский народ. В результате Лютер стал таким же ярым в своем презрении к евреям, как и римская католическая церковь. Мы знаем, что Лютер ратовал за изгнание евреев из Германии, а также за разрушение их синагог и религиозных книг. Вот что он писал в своем памфлете, который назывался «О евреях и их лжи», опубликованном в городе Виттенберг в 1543 году, до 16 века нашей эры. Лютер писал «Сначала нужно сжечь их синагоги, а что останется, закопать в грязи, чтобы никто не смог увидеть ни камня, ни даже пепла. Еврейские молитвенные книги должны быть уничтожены, а затем нужно будет разобраться с самими евреями, а их дома сломать и разрушить. Евреям должно быть запрещено появляться на дорогах и рынках, и не должны принуждаться к физическому труду, дабы они потом со своих носов зарабатывали свой хлеб. Они живут злом и грабежом, они злобные звери, которых надо гнать, как бешеных собак. В крайних случаях их надо изгонять навсегда». Вот вам позиция Лютера. Вот вам учение человека, который был фактически заражен ересью теологии замещения. И вот что он учил, и вот что он говорил, и мы знаем, чему это привело. Мы знаем, что когда нацисты в начале 20 века пришли к власти в Германии, они использовали очень часто работы Мартина Лютера, цитировали, ссылались на него и других антисемитских теологов для оправдания и обоснования своего антисемитизма. Мы знаем, что один известный нацистский лагерь для смертников в Дахау «Приветствую пребывающих евреев по Акатам». Смотрите, что там было написано. «Вы здесь, потому что вы убили нашего Бога». И вот мы видим, как теология замещения смешивается с антисемитизмом и плюс с утверждением и обвинением всего еврейского народа в смерти Христа. Вот к чему приводит просто духовная слепота, когда люди отрекаются от Господа, когда люди отпадают от Божьего учения, когда они отступают, и враг душ человеческих, сам дьявол, начинает управлять их словами, мыслями и действиями. Итак, давайте просмотрим следующий вопрос. Мы увидели уже некоторые ключевые моменты, связанные с теологией или теорией замещения. Но что же говорит Библия? Правда ли то, чем учат сторонники теории замещения? Итак, Священное Писание учит абсолютно противоположному. Слово Божье неоднократно гласит, начиная от книги Бытия и до последней книги Библии, книги Откровения Иоанна, что еврейский народ остается зеницей ока Господа. Об этом сам сказал Господь через пророка Захарию. Затем последний пророк Ветхого Завета, или Танаха, пророк Малахия, произнес следующее слово «Я Господь». И не забывайте, что когда используется вот это имя, чаще всего на иврите тут стоит имя Господа Бога, Бога Яхве, Бога Завета, Вечного Завета с Израилем. «Я Господь, Яхве, я не изменяюсь, посему вы, сыны Якова, не уничтожились». Когда Господь обращается к сынам Якова, Он обращается к израильскому народу. И поэтому Господь говорит, что так как я вечный Бог, я не изменяюсь, поэтому и вы не уничтожены. Поэтому я вас милую, я вас не заменил никем, вы мой народ, я вас избавил и спасу и избавлю. Через пророка Иеремию Господь сказал следующее слово. Иеремия 33, 25 и 26. «Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Якова и Давида раба моего отвергну, чтобы не брать больше владык из его племени, племени Авраама Исаака и Якова, ибо возвращу пленных и помилую их». Дорогие друзья, посмотрите на уставы неба и земли. Видите ли вы, как Бог управляет своим миром? Видите ли вы, что каждый день у нас завершается и начинается день, есть день и ночь, и уставы все остаются в силе. И Бог говорит, если это вот все исчезнет, вот тогда исчезнет мои обетования, мои заветы с Исраилем. Но пока все это есть, я остаюсь Господом Бога, Господом Богом Авраама, Исаака и Якова. Это мой народ, это мои дети, я их избавлю в последний день. Это то, что говорит Слово Божие, дорогие друзья. Поэтому мы не должны не убавлять и не добавлять тому, что сказано Всевышним. Смотрите, какое замечательное Слово обетования дал Всевышний, Господь Бог наш, через пророка своего Исаию, Исаия 54. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, и которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. Жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь». Аминь. Какое слово от Господа. Господь сравнивает свой народ с оставленной и скорбящей духом женой. которое было оставлено на короткое время, когда Господь сокрыл лице его от Израиля, когда он наказывал свой народ. Но Господь никогда не говорит, что он откажется и никогда больше не примет его. Он всегда готов явить вечную милость детям Авраама, Исаака и Якова. Вечную милостью помилую тебя. Почему? Потому что это слова Искупителя, Бога, который пришел искупить нас от нашего греха, от нашего позора, от нашей нечистоты, омыть нас и соделать нас народом священников. Давайте посмотрим, что говорит Новый Завет о Божьих обетовании, о Божьих отношениях с израильским народом. Заменил ли Бог Израиль церковью? Нет. Посмотрите на учение Господа, Ишуа, Амашеха, Иисуса Христа и на учение апостолов. Итак, Евангелие от Иоанна 4, это беседа Ишуа с женщиной-самарянкой. Господь говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланимся, ибо спасение от иудеев. Затем мы видим, как апостол Павел в письме римской церкви. Написал следующее, в Иерусалиме 9,4. Израильцянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоповажение, и богослужение, и обетование. Обратите внимание, что апостол Павел пишет это в настоящем времени. Он не сказал, израильцянам принадлежало, и теперь уже не принадлежит, так как Бог заменил их уверовавшими из народов в своей церкви. Нет, Божье слово так не говорит. Тут написан глагол в настоящем времени. Израильцянам принадлежат. Что принадлежит? Усыновление, дорогие друзья. Второе – слава. Третье – заветы. Четвертое – законоположение. Пятое – богослужение. И шестое – обетование. Это все остается в силе. И пятый стих еще продолжает в этой же девятой главе, где апостол Павел говорит, что от них и Христос, сущий во плоти Бог, превознесенный над всеми. Аминь. То есть мы видим, что самым великим привилегией, которые израильтяне получили, это то, что через их народ, именно через их народ в мир пришел сам Господь Иисус Христос, который является Господом Богом. Ищуа Мащех, царь Израиля. В римлянам в 11 главе апостол Павел задает следующий вопрос. Неужели они, то есть израильтяне, которые еще не уверовали Господа, Ищуа, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Он не дает никакого основания для развития теологии или теории замещения. От их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Обратите внимание, что говорит Божье Слово. мы видим, что произошло определенное духовное падение. Но это имеет цель, чтобы от их падения кому пришло спасение, друзья? Всем другим народам. Эти уже народы, которые, те, которые уверуют из народа, бывшие язычники, должны возбудить в еще не уверовавших израильтян ревность, желание познать Господа, Бога, Израильева. И мы видим, что падение израильтян, при том, что всегда у Господа был и есть остаток, мы это также читаем в этой 11-й послании к кремлинам, это богатство миру. Смотрите. И оскудение их, это богатство язычникам, то тем более полнота их. И мы как раз живем в это время, когда Господь наполняет свою церковь, свою экклесию или кейлю на еврите, он наполняет ее кем? Уверовавшими из Израиля, уверовавшими из еврейского народа. И это действие Духа Святого в последнее время перед вторым пришествием Спасителя. И мы знаем, что когда Господь придет во второй раз, Иссание говорит, что весь Израиль спасется. Один бог знает, кто входит в этот весь Израиль, в смысле все ли евреи всех времен, или лишь Израиль, который будет жить во времена великой скорби. Это известно только Господу. Но мы смиряемся перед Ним и перед Его Святым Словом, веруя, что то, что говорит Господь, исполнится. И посмотрите, как апостол Павел рассуждает на тему отношения Бога к евреям. Римлянам 11 глава. В отношении к благовестию, то есть к Евангелию, они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюблены Божьи ради отцов, как их отцов, друзья, патриархов, патриархов Израиля, Авраама, Исаака и Якова. Ибо дары и призвания Божьи непреложны, как и вы, то есть уверовавшие из народов бывшие язычники, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. И они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Вот Божий план спасения, вот что Господь усмотрел для Израиля и для народов мира. И теперь, друзья, что же Бог ожидает от нас? Что же Бог ожидает особенно тех верующих, которые пришли из народов, бывшие язычники, которые поклонялись падшим богам, которые поклонялись дьяволу, которые не знали Господа, которые утопали в язычестве. Что же Господь ждет от нас? Что же Господь ждет от вас, дорогие? И вот тут я бы хотел привести пример из книги «Исфирь». Есть такая книга в Танахе в Ветхом Завете. Это великая история того, как Бог избавил свой народ во дни персидского царя Артарак Серкса. Мы знаем, что как и в те древние дни, когда правил тот царь, был человек, которого звали Аман, он был злой человек, нечестивый человек, враг Бога, язычник, враг Израиля, и этот Аман является образом дьявола, который хотел уничтожить весь народ Божий, когда был издан царский указ. Этот царский указ был убить, истребить, и погубить народ иудеев. Кто же тогда восстал? Мардахай, который тогда также являлся, можно в нем увидеть, по образом Мессии. И он призвал царицу Эстер или Исфирь, можно тут рассмотреть образ церкви, чтобы она пошла к царю и ходатайствовала о народе своем. Посмотрите, что мы читаем в книге Исфирь 4, 13, 14. И сказал Мардахей в ответ Исфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. И подобно этому в наше время церковь должна стать за народ Божий Израиль. Каждый из нас должен задать себе вопрос, ибо не для такого ли времени ты достиг или достигла достоинства царского. И воззванием к церкви, дорогие, я думаю, можно увидеть ясно и четко слова апостола Павла, которые мы уже читали в Римлянам 11 главе, 11 стих, вторая часть Иха. Но от их падения той части еврейского народа, которая еще не приняла Мащеха Ишуа, Господа Иисуса Христа, от их падения спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. То есть воззвание Господа к церкви – это возбудить в них ревность, в израильтян возбудить ревность. Не озвобление, не агрессию, не ненависть, а ревность по Богу. Итак, что же может сделать церковь? Как церковь должна встать за народ Божий Израиля? Итак, первое здравое учение. Если вы учили и верили ужи, теории или теологии замещения, отрекитесь от этой ужи, покайтесь перед Господом, попросите у Него прощения и попросите Духа Святого пролить свой свет ваше сердце, чтобы вы могли принять то чистое библейское учение, которое нам дано самим Господом. Не идите за людьми, не идите за церковными традициями, а смотрите в то, что говорит Священное Писание. Священное Писание ясно и четко учит, что Господь Иисус Христос, единородный Сын Бога, придет вновь. Мы должны ожидать Его второго пришествия. Он грядет с обваками. На основании Писания мы видим, что жители Иерусалима увидят Его. Они даже будут плакать о Нем, потому что они поймут, что они когда-то отвергли своего Бога. Об этом мы читаем в книге пророка Захарии в 12-й главе. Ишуа вернется к физическому народу Израиля. Он вернется в город Иерусалим. Слово Божие ясно и четко говорит, что ноги Господни встанут на горе Елеонской, где находится гора Елеонская, в Иерусалиме, на территории Израиля. В этом мы читаем Захарии в 14-й главе. И что произойдет, друзья? Примет ли Израиль своего Бога, своего Мессию? Да, они примут его. И об этом очень четко и ясно сказал наш Господь в Евангелии от Матфея 23-й главе, что придет то время, когда иерусалимляне скажут благословен грядущий во имя Господня. Или на еврите баруха ба шем адонай. И вот этим благословением с покаянием в своих грехах, принятием Господа, они будут спасены спасением вечным. Итак, как же встать за народ Божий? Правильно понимая то, чем учит Писание. Надо отказаться от теологии замещения, потому что это ересь, это уже учение, это то, что абсолютно противоречит Священному Писанию. И мы уже увидели корни этого учения, и мы знаем даже страшную, трагическую историю того, к чему привела вся теория замещения, к страшному антисемитизму, погромам, инквизиции, ненависти. Это то, что происходит до сегодняшнего дня, дорогие друзья. Итак, это первое, что должны сделать верующие. Это касательно здравого учения, принятия того, что написано в Писании, и отречения от лжи, потому что мы знаем, что за духовной ложью, за ложными учениями стоят духи обольстительные и учения бесовские. Поэтому, да, поможет нам Господь отречься от тьмы и принять свет Слова Господнего. Второе, как встать за народ Божий Израиля, проповедовать им Евангелие, друзья? Об этом апостол Павел написал в том же письме к римлянам в первой главе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова с Евангелия, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Итак, мы видим четко и ясно, что Господь призывает свою Церковь поставить правильные приоритеты, так как последнее пробуждение будет в Израиле. Церковь сегодня призвана активно участвовать в проповеди Евангелия израильскому народу. И это мы должны делать как на территории Израиля, так и в диаспоре, где живут евреи. Мы должны нести им свет Божий, мы должны доносить до них любовь Божию, друзья. Если у нас нету самих любви к ним, если мы пропитаны антисемитизмом, если мы учим теории замещения, как мы вообще это будем делать, друзья? Поэтому есть у Бога определенный порядок, этот порядок никто не сможет никогда поменять. Евангелие это сила Божья ко спасению всех. У Бога есть определенный порядок, и мы с Богом спорить не можем, друзья, его порядок такой. Во-первых, Иудею, потом, и Елену. У Бога нету лицеприятия, он не ставит еврейский народ выше других народов. Это Божий план, и мы должны смириться перед Богом и перед Его Святым Словом. Итак, третье, что может еще церковь сделать для Божьего народа Израиля? Утешать, утешать народ Израиля. Посмотрите, что Господь сказал через пророка Исаию, стихи 1 и 2. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалиму и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправду Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Итак, сегодня верующие призваны утешать еврейский народ. Как часто, дорогие друзья, вы проповедуете на эту тему в своих церквях? Как часто вы проводите семинары, конференции, молитвенные собрания именно на тему утешения израильского народа? Как часто вы говорите к сердцу Иерусалима и возвещаете Божье Слово тем, кто нуждается в нем из еврейского народа? Вот к чему мы призваны, друзья, вот к чему призваны все дети Божьи. как часто мы молимся о городе Иерусалиме, как часто мы молим о мире Иерусалима физическом и духовном смысле. Вы призваны стоять в правом за еврейский народ. Утешайте, утешайте, народ мой, прислушайтесь к тому, что говорит Дух Святой через уста пророка Ишаяу, пророка Исаии. И четвертое, четвертое практическое исполнение того, что значит встать за народ Божий Израиль. Это послужить в телесном. Это ясно и четко мы видим в словах апостола Павла в Римлянам 15 главы Хи 25 по 27. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, это апостол Павел говорит, «Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны ими послужить в телесном». Ясно и четко тут говорит Божье Слово, что верующие из народов призваны послужить в телесном уверовавшим из еврейского народа. И те, уверовавшие из еврейского народа, они сегодня известны как мессианские евреи, дорогие друзья, очень важно это для себя понять, что они являются остатком израильского народа. У Бога есть остаток, у Него всегда был остаток. И вопрос следующий. Как уверовавшие из народов готовы послужить им? Готовы ли они послужить духовно? Но тут четко ясно написано, что они должны послужить и в телесном. Да поможет Господь, дорогие друзья, чтобы Бог дал вам разумение и мудрость, благословил вас и дал вам развлечение, кому помочь, как помочь. Существует много благословенных служений, которые нуждаются также и духовной, но также и финансовой поддержки. И поэтому, когда Господь располагает сердце церквей, общин, послужит в телесном, Господь это видит, Он благословит такие сердца и поможет далее и далее действительно вставать за народ Божий Израиль. Итак, мы сегодня разобрались в теме опасность теории или теологии замещения. Да благословит всех нас Господь, да укрепит у нас в том труде, который Он дал нам. Да благословит Господь этот 21-й год, чтобы служить Господу, не унывать, уповать на Него и совершать Божий труд. Благословит всех вас Господь. До скорой встречи. Благословит 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 Продолжение следует...